С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте! Праздничные концерты «Русское Рождество» проходят в Вашингтонском Центре изобразительных искусств имени Джона Кеннеди, рассказала исполнительный директор Общества хоровых искусств Дебора Крафт. Общество хоровых искусств во главе с известным американским дирижером и композитором Норманом Скрибнером основной организатор ежегодных рождественских концертов в Кеннеди-центре. У нас сложилось совершенно потрясающее сотрудничество с послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком, по счастливому совпадению, прекрасно разбирающимся в музыке. Его знания и любовь к музыке непревзойденные. Я никогда не встречала дипломатов, которые могли бы в этом с ним сравниться. Он прекрасно знает реквиями. В его коллекции более 300 различных композиторов, сказала Крафт. Именно Кисляку, по ее словам, принадлежала идея включить в концертную программу фрагменты из рождественской оратории митрополита Илариона Алфеева. Также он организовал приезд Уральского академического филармонического оркестра. Это же просто потрясающе, добавила исполнительный директор Общества хоровых искусств. Как ожидается, в Кеннеди-центре выступит российская оперная певица Ирина Шишкова, меца-сопрано Мариинского театра, не раз блиставшая на американской сцене. В программу концертов войдут произведения Сергея Рахманинова, Александра Греченинова, Петра Чайковского, Франца Шуберта, а также известные европейские рождественские гимны. Эти концерты будут представлять собой интересную комбинацию российской музыки, российских исполнителей и европейских рождественских традиций, пояснила Крафт. Она рассказала, что зрители смогут также принять участие в концерте. Их обучат исполнять по-русски известный рождественский гимн Silent Night – Тихая ночь. «Мы же годно обучаем публику петь один из гимнов на языке страны, культуры и традиции которой берутся в основу наших концертов», пояснила исполнительный директор Общества хоровых искусств. Крафт рассказала, что рождественские концерты пользуются невероятной популярностью у вашингтонской публики. И эти концерты не исключение, билеты разбираются очень быстро. Мы уверены, что программу ждет успех», резюмировала она. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbndefistv.ru Далее в выпуске «Новости спорта». Далее в выпуске «Новости спорта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова